В Казаларде подходит к концу строительство стекольного завода. Его откроют уже в следующем году. Как сообщили в инвестиционном фонде Казахстана, дочерней компании холдинга Байтирек, реализация одного из самых затяжных проектов страны завершена на 80%. И уже через несколько лет в тех спецификациях планшетов, смартфонов и солнечных панелей может появиться стекло с пометкой «Сделано в Казахстане». Пока же со следующего года завод начнет выпускать промышленное листовое стекло. Подробнее в материале наших корреспондентов. Пожалуй, теперь точно последнее приготовление к запуску. Руководитель завода Ержан Сагимбаев сейчас бы хвастался отечественным стеклом и следил бы за производственными показателями. Но грандиозному запуску ко дню столицы помешала пандемия. Ограничения из-за COVID-19 не позволили пересечь границу китайским специалистам. Они и стратегические партнеры. Но коронавирус не вечен и обратного пути нет. Надо достраивать. Планы большие. Хочу сказать, что после запуска нашего завода и потихоньку, в течение 10 лет, превратится это как стекольный кластер здесь. Так как вы сами знаете, что в Казахстане, так как стекла нет, все импортируется. И мы сейчас ориентируемся, что 50% это в Казахстане останется, а сбыть 50% то уйдут в Россию, так как уже с Россией ждут все покупатели. Россияне и другие страны получат качественное промышленное листовое стекло. Причем одним заводом, как ранее заявляла глава Казладинской области Гульшара Абдекаликова, тут не ограничиться. Их будет 8. Утверждены проекты трех. Выпускать будут еще и стекловолокно, и даже посуду из стекла. Эти объекты привлекут в регион 15-16 миллиардов тенге инвестиций. А вот и цифры. Территория, как видите на графике, огромная. Мощность около 200 тысяч тонн в год. Главное, конечно же, новые рабочие места и рост промышленности. Штат рассчитан на 226 человек. Между тем, в Шемкенте продолжают восстанавливать текстильный кластер. Год назад тут запустили казахстанско-узбекскую предельную фабрику после четырехлетнего простоя. Уже произвели почти тысячи тонн продукции. Это волокна и пряжи. В течение года продали больше 50% выпускаемой продукции в Россию, в Китай, в Турцию продали. Сейчас планируется еще расширить зону рынка на мировом рынке. Будем продавать еще на другие страны, еще на местном рынке продаем. Казахстан тоже покупает наши продукции. Как уверяет Хурши Дураков, на производственные показатели повлияла пандемия. Она отложила запуск еще одной швейной фабрики на весну 2021 года. Мощность новой фабрики рассчитана на 900 тысяч комплектов постельного белья. Работать там будут 350 человек. Некоторых уже специально обучили и подготовили. Ответим, что простаивавшее предприятие заработало после договоренности межправительственных комиссий Казахстана и Узбекистана летом предыдущего года. После дела взял свои руки инвестиционный фонд Казахстана и узбекский инвестор приступил к работе.